В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Летний фестиваль ГТО, военизированные эстафеты, соревнования по шашкам, большой спортивный праздник ко Дню России провели на Икаре. Возрождая традиции, на базе Саровской православной гимназии планируют открыть 10-й кадетский класс. Ремесленное подворье. В Пушкинке стартовало летнее творческое объединение. Далее расскажем обо всем подробно. День России отметили в Сарове. Праздничные мероприятия проходили в разных частях города. В парке Зернова горожан ждали мастер-классы, акции, игры, спектакли, а также ярмарочный городок. Большой спортивный праздник провели на стадионе Икар. Там побывала и наша съемочная группа. Подробности далее. День России – самый молодой государственный праздник. Впервые его отметили в 1995 году. Во всех городах в этот день проходят народные гуляния, патриотические акции, концерты. В Сарове празднование Дня России традиционно начинается на стадионе Икар. Гостей праздника приветствовали представители администрации и ядерного центра. Также спортсменов поздравил заслуженный тренер России Виталий Михайлов. Виталий Карлович был одним из тех, кто принял участие в областной акции «Стафета флага России». Напомним, в преддверии праздника в наш город прибыл государственный символ, который принесли по улицам общественные деятели и известные спортсмены. Флаг – это атрибут государства. И когда тебе доверяют нести флаг России, это очень приятно и ответственно. Поэтому я с удовольствием принял это предложение и принес флаг с гордостью за Россию. После торжественной части спортсмены разошлись по точкам. Всежелающие могли выполнить испытания комплекса ГТО на летнем фестивале «Готов к труду и обороне». Также работала площадка, на которой проходила военизированная «Стафета». Участникам необходимо было собрать и разобрать автомат на скорость, попасть в мишень, пробежать в костюме пожарных, размотать пожарные шланги и эвакуировать раненого. Чуть позже начнется традиционный уже в Сарове атомный воркаут. Мы его проводим сегодня первый этап. Вообще будет три этапа, которые пройдут еще в День молодежи и в День физкультурника. И потом победители поедут в город Глазов. Ну, я думаю, что каждый горожанин, который решил, что для них спорт – норма жизни, сегодня находится на стадионе и находит себе то спортивное испытание по душе, которое он сегодня готов в силу своей подготовленности и настроения выполнить. Кроме того, любители шашек могли принять участие в БЛИЦ-турнире. Затем праздничные мероприятия переместились в парк имени Зернова. Екатерина Опенова, Андрей Махмутов, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. День города Саров отмечает ежегодно 12 июня. Официальную дату основания определили в 2011 году. Из множества вариантов выбрали 1691 год. Тогда на старое городище пришел основатель Саровской пустыни, монах Арзамасского веденского монастыря Исаакий. Именно тогда, по мнению исследователей, сформировалось историческое ядро Сарова. Заболоченное место. Так, с языка древней мордвы переводят основу названия реки Саров-Кисар. Территория современного города была обжита в глубокой древности. Наиболее старые археологические свидетельства оставили племена городецкой культуры, которые жили здесь около двух тысяч лет назад. Позднее, предположительно, в девятых-одиннадцатых веках у слияния рек Сатис и Саровка возвели крупное мордовское поселение – Саровское городище. Саровское городище прекратило свое существование после того, в результате военного нападения. Первые монахи, которые поселились здесь уже ближе к XVII веку, они находили еще свидетельство того побоища – незахороненные человеческие останки. После этого нападения в XIII веке люди покинули Саровское городище. В XVII веке покинутое городище выбрали для отшельнической жизни монахи. Дата и основания мужского монастыря – Свято-Успенская Саровская пустынь – принято считать 16 июня 1706 года. В этот день состоялось освящение первого деревянного храма во имя Пресвятой Богородицы и ее живоносного источника. Так открывается новый период истории этих мест – монастырский. Взошла же звезда нашего монастыря на рубеже XIX-XX веков. И слава его связана, конечно же, с именем преподобного Серафима Саровского. Батюшка Серафим прожил в нашей Саровской обители более полувека. К отцу Серафиму шли за духовной помощью, и каждого встречал он его знаменитыми словами – «Здравствуй, радость моя!» Новая страница в истории Сарова была открыта в 1946 году, когда это место выбрали для организации закрытого конструкторского бюро, в котором создавалось отечественное ядерное оружие. Секретный объект сменил за время существования много названий – Сарыч, Кремлев, 5, Арзамас, 75, Арзамас, 16. В 1995 году город получил официальное название Саров. Таким образом, наш город носит, с 1995 года носит уже свое исконное имя – город Саров. А 21 декабря 2009 года городская дума приняла решение о дате основания города. И в нем было записано «Считать даты основания города – 1691 год». Именно в этом году в Саровских лесах появился будущий основатель Саровской пустыни Иоанн. Так, в 2022 году Саров празднует 331 годовщину. Подробнее об истории расскажет выставка книг, с которой можно ознакомиться в отделе краеведения библиотеки Маяковского. Все дошкольники в России смогут бесплатно ездить на пригородных электричках. Такой закон подписал президент Владимир Путин. Ранее такой льготой пользовались малыши до 5 лет, а детям от 5 до 7 надо было покупать билет за полную стоимость без учета региональных скидок. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Банк России снизил ключевую ставку до 9,5%. Таким образом, ставка вернулась к февральскому значению, с которого Центробанк резко повысил ее из-за турпулентности на финансовом рынке. С 1 июля по 31 августа планируют отработать механизм формирования цифровых аттестатов для выпускников 9-11 классов. С 1 сентября по 31 октября порядок передачи информации о них на портал Госуслуг для размещения в личных кабинетах пользователей. С 1 ноября в эксперимент включат дипломы о высшем образовании. Завершить процесс планируют 25 декабря. В России выявили субвариантами кронштамма ВА-4. Высокий уровень иммунитета среди населения не позволяет широко распространиться новым штаммом, считает заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. Эксперт пояснил, что хорошая иммунная прослойка сформировалась благодаря вакцинации, перенесенным ранее случаем заболеваний, а также принятым противоэпидемическим мерам. На базе Саровской православной гимназии планируют открыть 10-й кадетский класс для подготовки учащихся к поступлению в военные вузы. Как будет проходить обучение и на какие дисциплины выделят больше часов, расскажем далее. За плечами Валерии Абрамовой уже два прыжка с парашютом. Военной подготовкой она занимается с 2012 года. Как только узнала о формировании кадетского 10-го класса в православной гимназии, сразу решила подать документы. В православной гимназии открывается кадетский 10-й класс. И мы уже девчонками туда идем, нас пока только трое. И мы ждем новых ребят, которые будут готовы пройти все испытания, которые готовы прийти к нам. Нам нужно именно мужское плечо, и мы вас ждем. В кадетский класс набирают до 25 человек. В расписании с понедельника по пятницу запланировано 1-2 урока начальной военной подготовки. А по субботам занятия будут проводить в полевом лагере. Изучение воинских уставов, строевая подготовка, огневая подготовка, работа с оружием, тактика, специальная подготовка разведывательных подразделений и воздушно-десантных войск, умение выживания в лесном массиве, далее воздушно-десантная подготовка, то есть по окончанию они все должны будут совершить три прыжка с парашютом, стрельба из различных видов оружия. Учебный план кадетского 10-го класса рассчитан на 34 часа по пятидневной учебной неделе. Он включает углубленное изучение истории – 4 часа, математики – 6 часов вместо 5, и физкультуры – 5 часов вместо 3. История требуется для поступления в ВОЗы МВД, а математика – во все военные училища. Такой, я думаю, получится у нас несколько уникальный проект, потому что, с одной стороны, соединение вот этой вот требовательности, дисциплины, развития воли, духа, который будет требовать Павел Анатолий Шнаваев. И той внутренней среды, которая сложилась в православной гимназии, она у нас всегда строится на душевности, на творчестве, на акценте на нравственное воспитание детей, на какое-то эстетическое начало, потому что всегда у нас это в православной гимназии было. Я думаю, что вот это соединение, оно приведет к большому такому интересному педагогическому результату. Дополнительную информацию о правилах приема можно узнать по телефону 755-15-8904-787-5896 и на сайте sargum.ru в разделе «Прием в гимназию». В Пушкинке стартовало летнее творческое объединение «Ремесленное подворье». На первой встрече ребята делали народную игровую куклу «Зайчик на пальчик», которую раньше на Руси детям мастерили с трех лет. Подробности работы объединения расскажем в следующем репортаже. Два пандемийных года творческая мастерская «Ремесленное подворье» работала онлайн. И после долгого перерыва в этом году ребята наконец смогли встретиться друг с другом в реальном пространстве в библиотеке имени Пушкина. В рамках объединения «Ремесленное подворье» участники создают поделки своими руками в тематике народных промыслов и ремесел. «Мы очень хотим, чтобы ребята прикоснулись к истокам традиционного русского народного искусства и попробовали своими руками, потому что важно не только знать какую-то теорию, а попробовать сделать это своими руками и вложить частичку себя, своей любви, теплоты и принести домой, подарить это близким людям». На первой встрече объединения ребята делали народную игровую куклу «Зайчик на пальчик», которую раньше на Руси детям мастерили с трех лет, а создавали «Зайчика» всего из трех простых материалов – ткани, мягкого наполнителя, синтепона и ниток. Сотрудники библиотеки помогали каждому участнику индивидуально, поэтому с работой смогли справиться ребята разного возраста. «Узнал то, что раньше делали такие фигурки детям с трех лет и оставляли, чтобы ребенку было с кем поговорить. Нам сказали, что в этом возрасте дети начинают достаточно много говорить, поэтому не с кем просто поговорить, и они оставляли игрушку и с ней разговаривали». «Мы складывали его, делали ушки, потом заворачивали, подгибали, и получается «Зайчик на пальчик». Мастер-класс очень понравился, задание было нетрудное. «Мне понравилось это делать, у меня получился зайчик фиолетового цвета, мне понравилось. Я приду во второй раз, потому что мне нравится делать такие поделки». Творческое объединение «Ремесленное подворье» ждет гостей в библиотеке имени Пушкина каждый четверг в 14 часов на протяжении всего лета. В следующий раз ребята смастерят и разукрасят глиняную подвеску в форме котика. Подробную информацию о летних мероприятиях библиотеки можно узнать в группе ВКонтакте или по телефону 917-38. Мероприятие для детей старше 6 лет. Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Во дворе на Московской, 25, клуб «Мечта» Центра внешкольной работы провел квест по сказкам Пушкина для детей. Ребята играли вместе с ведущими станций, угадывали произведения, рассказывали стихи. Ежегодно Центр внешкольной работы организует мероприятие на площадке города в рамках областного проекта «Дворовая практика». Для детей проводят культурные и спортивные встречи. В городе несколько дворовых площадок, где организован досуг для детей и подростков. В этих дворах работают аниматоры, студенты и педагоги. Можно прийти с понедельника по пятницу. Мы работаем с 3 часов до 7 вечера. На дворовой площадке «Мечта» на Московской, 25, прошел квест, посвященный произведениям Александра Сергеевича Пушкина. Ребята выполняли интеллектуальные задания, играли, получали сказочные элементы. Летний досуг для детей проводится также по адресам улицы Юности, 31, Московская, 25, Казамазово, 10, стадион школы, 10, улицы Куйбышева, 3, хоккейная коробка «Сокол», площадка по улице Павлика Морозова в районе дома, 14. Информацию о предстоящих мероприятиях Центр внешкольной работы публикуют в сообществе, социальной сети ВКонтакте и на сайте. Ульяна Скородумова, Сергей Чекалин, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте и «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин